Ну вот, в принципе, конечно, вопрос не всем будет очень интересен. Но, думаю, полезен в любом случае, даже если человек не в курсе. Тут в этой записке спрашивают, что такое свойство и качество по отношению к пространству и материи. Ну вот, для того, чтобы понимать этот процесс, я уже пояснял это. Вот, допустим, свойство и качество. То есть, смотрите, кто-то, кто сидящий в зале без маски, открывал глаза под водой. Есть такие люди? Поднимите руки. Ну, видите, довольно-таки много. Надеюсь, чистая вода, да? Ну вот. И смотрите, наши глаза предназначены для чего? Для того, чтобы мы могли получать зрительную информацию в воздушной среде. Те же самые наши глаза, попадая в воде, когда мы находимся в воде, и открываем глаза, пропорции, расстояние резко меняется, не соответствует тому, что есть на самом деле. Ну, это в курсе всех, кто был нырял, правильно? Потому что пока человеку сложно, пока он не прочувствовал на себе, что такое пространство и не создал столько материи, сложно понять в суть. Но вот этот пример как раз и позволяет весьма красочно продемонстрировать то, что вот изменилась среда и изменилось проявление наше. Так и здесь. Свойство качества пространства меняется, точки к точке. И, естественно, почему вода именно там, где она вода, а почему суша там, где она суша? Вы думаете, просто так? Ничего просто так не бывает. Потому что именно когда происходило формирование планеты, и форма, допустим, тех же самых, когда планета формировалась изначально, воды вообще не было. Ну, вы знаете, да? Была сухая планета. Но рельеф планеты был определенной формой, как он и сейчас есть, в принципе. И когда потом в результате деятельности уже в самом планете стала появляться вода, она стала заполнять именно низины. Почему низины? Почему воздух, который формируется, атмосфера, между прочим, тоже сформировалась в результате деятельности планеты? Вы это знаете. Потому что химические процессы, выбросы газов, и эти газы шли и так далее. Почему газы шли вверх, а вода падала вниз низиной, да? И заполнила. Почему? Если мы поднимем участок суши, вода будет стекать вниз, а воздух всегда будет идти вверх. Почему? Потому что свойства, качества воды и, допустим, газов атмосферных отличаются. И пространство, где вода может быть находиться, всегда капли воды падают вниз. Почему? Потому что поднявшись, испарившись, превратившись в газ, когда возникает точка росы, понятие физики скоро известно. То есть, когда температура охлаждения происходит, и начинаются капли воды, бросаются тучи, потом она опять падает вниз. Но, тем не менее, видите, только в состоянии газовом, то есть, когда вода испаряется, вода может находиться среди газов. То есть, мы привыкли к этим понятиям, казалось бы, не очевидным, но мы никогда не задумывались о реальной сути природы этих явлений. Особенно с тем, что для того, чтобы было понятно еще было, проще взять пример, который я уже приводил в книге, но не все, наверное, читали ни одну вселенную. Я привожу пример. Если взять, допустим, какую-то либо жидкость, взять для анализа, так сказать, 7 разных жидкостей, разной плотности, и представить, что эти жидкости не смешиваются, ну, теоретически можно представить, хотя есть, наверное, и реальная жидкость, которая все-таки не смешивается. Всем, может быть, наберется таких. А красить в разные цвета, и самые, так сказать, плотные жидкости будут внизу, и вверху, естественно, будут, ну, понятное дело, более легкие жидкости. И что мы получим? Мы получим 7 слоев разноцветных жидкостей. И теперь возьмем шарики одного размера, но в разной плотности тоже, и бросим их в эту среду. И что получится? Каждый шарик после каких-то движений, он остановится на определенной глубине. Там, где его внутренние свойства, качества будут тоже действовать на той среде, в которой он остановился. И мы увидим, что они расположены в разных точках. Почему? А потому что, то есть, выталкивающая сила, это, опять-таки, следствие. Понимаете? Современная наука накопила много явлений, которые обозвало даже, типа, вот как вот, выталкивающая сила. Но почему возникает выталкивающая сила? Кто-то объяснял когда-либо? Нет. Почему при выталкивающей сила, допустим, бросаем, говорит, вот импульс, начинается тот же шарик взять, побросать, он начинает оттуда-сюда колебаться, то вверх, то вниз, не сразу идет вверх, туда-сюда, пока он не остановится на определенной глубине, не замрет. Понимаете? Понимаете, вот именно обозвав чем-то, выталкивающие силы, вроде всего успокоились. А это только обозначение, что выталкивают. А почему выталкивают? На основе чего? Именно этот шарик выталкивается сюда, а другой шарик выталкивается на другое место. Потому что, опять-таки, если взять пример с этими шариками, с этими семи жидкостями, которые разноцветные, и бросить эти шарики, то что мы увидим? Что заместить плотность шарика, один шарик вообще после колебания выбросит на поверхность, а другой шарик по колебанию останется где-то внутри, в глубине, на поверхности, на грани другой жидкости, к примеру, да? Или посредине, не важно. Ну, остановитесь, где что? Вот здесь вот, понятно, мы наблюдаем явление. Вот материя, вот если представить теперь, что вот эти жидкости разноцветные, каждая, которая отделена гранью, это пространство, которое меняется свойство, качество непрерывно. А вот одно точки, другое опять, следующее, качество человека и так далее. А шарики, это материя, вот получится понять сам процесс, когда качество и свойства материи и пространство тождественное. Вот где это возникает тождество, там возникает урновешение сил. И поэтому происходят все эти движения, потому что если есть перепад тех качеств, возникают силы, заставляющие двигаться пространство, в большинстве случаев не двигаться, движется материя в этом пространстве. Начинает двигаться и так далее. А как же вот, типа, вот, допустим, планеты уже сформировали, допустим, почему она перестает двигаться? А потому что, когда, здесь можно привести простой пример, что когда, допустим, мы яму выкопали, кто-то выбил, на дороге яма есть, так? А мы взяли ее, засыпали камнями, заполнили камнями, засыпали песком и еще асфальтом покрыли, да? И яма исчезла. Исчезла яма? Нет. Яма осталась, у нее просто заполнено чем-то. Но вот когда яма заполнена, исчезает сама яма, но она не потому что исчезает, что она исчезла. Она продолжает быть, но она заполнена другим качеством, и это качество не позволяет уже проверять. И вот когда планета возникла, и даже когда мы берем кусок камня, бросаем его, мы не создаем новой ямы. Она уже та же самая яма, и поэтому некие изменения не происходят. А вот стоит только пространство колыхнуться, самого пространства колыхнуться. Вот тогда все будет разлетаться на куски и так далее. Понимаете, конечно, в двух словах очень сложно объяснить эти понятия, но вот надеюсь, вот такая зарисовочка, она позволит, образная, позволит гораздо легче понять эти вопросы. Потому что они действительно очень важны для понимания, потому что не только природопространство. Потому что понимая природопространство, человек может шагнуть в познание очень далеко и понять очень многое. Теперь следующий вопрос. Я буду делать два вопроса от читателей, один вопрос от хитрых читателей. Следующий вопрос. Снятие блокировок, кто захочет освободиться от блокировок, значит, просто подумайте, кто не хочет от них освобождаться по каким-либо причинам, просто подумайте, что не хочу. А те, кто хочет, просто настройтесь. Сейчас я проведу работу по снятию блокировок, чтобы помочь вам в движении вперед. Готовы? Поехали. Поехали. Ну вот и все. И даже не больно, да? Спасибо.